Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хован и я приветствую вас на канале Процветок. В сегодняшнем видео мы открываем серию выпусков, посвященных оценке достоверности или оценке качественности тех советов, которые мы зачастую можем увидеть в интернете, когда ищем информацию про уход за растениями, использование тех или иных способов поддержания растений, рассады, борьбы с болезнями, вредителями и так далее. Дело в том, что советов очень много, выпусков много, роликов много и зачастую мы видим в них одни и те же советы, однотипные советы. И для того, чтобы нам, например, не повторяться в этих советах, мы просто дадим те рекомендации к таким видео, которые нам кажутся важными для того, чтобы все-таки эти советы работали правильно. Итак, смотрим первое видео. В принципе, конечно, подкармливать рассаду необходимо, и это правильный совет. Но дело в том, что симптомы, которые рассада нам, условно говоря, дает и просит нас о подкормке, они никак не связаны с вытягиванием рассады. Подкармливать вытянувшуюся рассаду достаточно опасно. Потому что вытягивание рассады свидетельствует о том, что в первую очередь в рассаде не хватает света и вообще нарушен баланс между освещением и температурой. Когда температура слишком высокая, а света не хватает, вот в этот момент и происходит вытягивание рассады. То, что рассада нуждается в подкормке, в первую очередь нужно отслеживать по цвету листвы. Если она бледно-зеленая, если она какая-то слишком темная или изменила окраску, или на ней есть какие-то некротические пятна, или межжилковый хлороз, или хлороз по жилкам. Вот в этом случае нужно задуматься о том, что растениям не хватает какого-то элемента питания и они нуждаются в специфической подкормке. А вообще, если вы правильно подобрали почвенную смесь, в которую посадили рассаду, то до того момента, пока рассада не прорастет весь ком, подкормка ей редко очень требуется. Чаще всего ей нужны какие-то фитостимулирующие препараты. Посмотрим второе видео. Вообще, видео, в которых блогер совершает такие серьезные ошибки, когда называют компонент фитоспорина грибком, например, который заселяется в почве, мне сразу не нравится. Все-таки, если ты разговоришь о биопрепаратах и о компонентах биопрепаратов, то надо знать, о чем идет речь. И все-таки основой фитоспорина является сенная палочка, это бактерия Bacillus subtilis, совершенно иного плана микроорганизм, нежели чем грибы. Ну и вот этот посыл, что перекись водорода в тысячу раз усиливает активность фитоспорина, он вообще не имеет ничего общего с правдой. Перекись водорода – это перекисное соединение, против которого все живые организмы борются в силу того, что у них есть специальный фермент, который нейтрализует перекись, который быстро ее превращает в кислород и в воду. Соответственно, в фитоспорине имеются микроорганизмы живые, которые осуществляют этот процесс, если вы туда линете перекиси, то вполне можете увидеть образование пены, пузырьков кислорода. Это погибли живые полезные бактерии, находящиеся в фитоспорине, высвозбудили содержимое клеток и, соответственно, нейтрализовали перекись водорода. Перекись водорода является среднего уровня дезинфектантом именно благодаря тому, что вот этот процесс разрушения клеток происходит в отношении патогенных организмов. И никакого смысла лить фитоспорин и частично убивать клетки, которые могут заселить растения, жить там в почве, в зоне корня или еще где-то на растении и давать пользу растению. Никакого смысла абсолютно в этом нет. Поэтому этот совет вредный и совершенно не стоит им пользоваться. А мы смотрим следующее видео. Березовый деготь. В принципе, березовый деготь когда-то очень широко использовался как лекарственное средство. Действительно, березовый деготь является веществом, которое отпугивает всевозможных насекомых, в том числе насекомых-вредителей, и является дезинфектантом. Ну, вспомните, даже мать Вишневского, которая в старые времена довольно широко использовалась в медицине. И совет использовать березовый деготь вот таким образом, как в ролике, или же можно просто обмазать стволы деревьев, он в принципе имеет право на жизнь и совершенно справедлив. Потому что здесь работает отпугивающее действие дегтя на муравьев. А муравьи, как вы знаете, пасут, можно так сказать, тлю, защищают ее от насекомых-хищников и их личинок. И, соответственно, позволяют ей размножаться на растениях в угрожающем количестве. При этом использование дегтярного мыла против тли и других каких-то насекомых-вредителей, ну, оно в какой-то степени оправдано, но здесь скорее работает не столько деготь в той концентрации, в которой рекомендуется его использовать в растворе, а все-таки работает мыло, потому что использование хозяйственного мыла, использование особенно зеленого, такого мягкого мыла является хорошим, давно известным способом борьбы с паутинным клещом, с тлей, пускай там не тотальной борьбы, но, по крайней мере, хорошего сдерживания и профилактики, даже против гусениц, прочих личинок и так далее. Но более широкое использование дегтя вообще является не самым лучшим способом борьбы с болезнями и вредителями сада. Дело в том, что деготь содержит кризол, а кризол это достаточно опасное вещество, которое содержит много фенолов, различных соединений, которые признаны на сегодняшний день канцерогенными. Длительный контакт, например, кризола с кожей вызывает метастазирующее новообразование кожи, которые превращаются в рак и ничего в этом хорошего нет. Это совершенно официальные данные, березовый деготь, его бесконтрольное применение запрещено во многих странах. И поэтому, в принципе, кроме использования березового деготь в виде вот таких вот каких-то поясков на деревьях для того, чтобы отпугивать муравьев, ни в каких других случаях я березовый деготь использовать совершенно не рекомендую. Это не то средство, которое надо иметь в саду. А я благодарю вас за внимание, благодарю за то, что вы с нами. Я надеюсь, что вы будете оставлять свои комментарии и, возможно, будете просить даже о том, чтобы мы прокомментировали какие-то другие ролики, которые вас интересуют, относительно которых вы хотите узнать, правда это или нет, и получить какие-то дополнительные советы. Для того, чтобы не пропустить наши выпуски, подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик и буду рад новой встрече с вами.